Молодцы! Разрешил, директор Антон Николаевич разрешил, поэтому они за нас будут одуваться в Москве. Сегодня уже можно забыть финальный матч и вспомнить все остальное. На игру со Швецией, например, сборная России могла выйти без Майи Петровой, которую на некоторое время закрыли в супермаркете. Заная закрылась, все покупатели ходят, бродят, а мы с Любовь Саной, это тренер по вратарям, то, что Майя, почему собственный магазин закрылся? Я говорю, да я не знаю, что все спокойно реагируют, и мы нормально, не будем паниковать. И потом уже Маруся Ярцева подняла панику. Майя, почему вас закрыли здесь? В общем, митинги студенты атакуют. Тогда все закончилось благополучно, как и в финале со здоровьем Анны Седойкиной. Ведь один из ключевых моментов матча – бросок Алисон Пино в голову нашего кипера. После заслуженной красной карточки французская публика вдвое усилила поддержку своих гандболисток, как говорится, за себя и ту девушку. Не слышно вообще было никого в этот момент. Это правда настолько все болельщики, все зрители так начали громко вести себя по-другому. Это было, если честно, очень тяжело, потому что такое большое давление людей, никто из игроков друг друга не слышит. Приходилось постоянно к друг другу подбегать, спрашивать. Но даже в такой обстановке всеобщего французского митинга команда не посыпалась и достойно сражалась до финального свистка. Европейская федерация гандбола отдельно выделила лучшим игроком Анну Вяхереву. А мы по эзональному принципу – великолепную восьмерку дончанок. По системе голы-сейвы у ростовчанок почти 200 успешных действий, не считая менее зримой пользы. И теперь ждем веселой предновогодней борьбы в чемпионате страны. Уже в четверг и пятницу играем в Уфе и Ижевске. Лев Клинов, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону.